А вы не предлагали ревести деньги за экологический сбор в фонд региональных операторов, чтобы стимулировать их для создания этой цепочки? Вот куда сейчас идут средства по экологическому сбору? Бюджет, цепляет. Понятно, но в какую его статью? В 2013 году у нас был на этот счет совещания, оно открыто было, я тогда в аппарате правительства Российской Федерации служил. Вот, и соответственно, тогдашим председателем правительства Российской Федерации, я, конечно, не увидел, это было предложено, обсуждалось, и однозначно был в ответ на то, что это нарушает бюджетное правило. То есть государство хочет сохранять за собой маневр. Значит, если у нас ковид, так мы сейчас перебросим деньги на ковид, завтра у нас будет что-то другое, мы перебросим деньги на другое. Поэтому, да, значит, в этом тоже есть своя логика, да, как вы понимаете. Хотя, в том, что вы говорите, тоже есть своя логика, да, вот если мы деньги за счет экологии какие-то экономим, да, там, или зарабатываем, так давайте, значит, на экологию еду потратим. Но пока такого, пока, значит... Но пока мы в итоге сталкиваемся с такими свалками, как Балашиха, как ЧАЭС, потому что тема-то не речается. С свалками ситуация следующая. Вы, во-первых, немножко не точно представляете, значит, ситуация, они в том, что региональному оператору заплатили много денег, и он, значит, не хочет дальше их тратить там на сортировку, значит, на переработку и так далее. Это разные тарифы, во-первых, то есть он получает деньги, значит, на вывоз, отдельный тариф на обработку, и в дальнейшем имеется в виду отдельный свой бюджет зарабатывания на утилизации, то есть на переработке. Поэтому не совсем так, а на захоронение тоже отдельный тариф. А вот, поэтому, когда мы говорим о том, что давайте построим, например, мусоросортировочный комплекс, да, то есть чтобы отобрать в то же серьезе дальнейшие переработки, это отдельный тариф, отдельный бюджет и так далее. Там такого конфликта интереса нет, они немножко другие. Давайте, пожалуйста. По свалкам, ваш вопрос еще раз. По свалкам, я хотел сказать, что из бюджета выделяются деньги, распределяются между операторами, их у нас, по-моему, не так много, если я думаю. У нас региональные, существуют региональные операторы, есть отдельный оператор, да, по федеральному закону, значит. Но конечного ответственного лица как бы не особо наблюдается. Конечного ответственного лица за что? За ликвидацию этих свалок. Нет, имеется... То есть даже президент, когда выяснял отношения по тем же вот этим известным свалкам, он очень долго не мог найти, кто, собственно, вот за нее отвечает. Из-за чего это... Отвечает, безусловно, собственник. Если мы говорим про конечную, про конкретную свалку, то это собственник. Значит, отдельно имеется вопрос, а если собственник с этим ничего не делает? Вот, вот, да-да-да-да, вот так. Или когда мы говорим о том, что где этого собственника искать? Вот, имеется... Да, для государства это сложно. Значит, имеется поручение президента Российской Федерации как раз по подготовке для него доклада, какие существуют механизмы, в принципе, возможно для этого. И, кроме того, уже сейчас отдельные регионы, например, правительства Московской области находят юридические способы. Например, это при таком существенном нарушении законодательства, это реквизиция. То есть временное изъятие и собственность, значит, у собственников такого рода объектов экологического учреждения. Просто хочется понять. Вот президент запустил мусорную реформу, я помню, года два тому назад. 19 января. Я вот пытаюсь понять, может быть, вы подскажите, кто в правительстве конкретно за нее отвечает? Или это несколько ведомств? Нет. У нас, смотрите, у нас так называемая мусорная реформа, она относится к нас проекту Экология. Существует национальный проект Экология. За него есть ответственный, есть куратор, да, курирующий заместитель председателя правительства Российской Федерации, значит, и так далее. То есть там есть своя вертикаль, значит, кто отвечает за нас проекта Экологии. Внутри национального проекта является ряд федеральных проектов. В том числе один из федеральных проектов. Он как раз связан с твердыми коммунальными отходами. Там отдельно есть по разным отходам. Есть еще, например, наиболее опасные отходы первого и второго класса опасности. Это другой проект федеральный. Если вы спрашиваете конкретно про федеральный проект, связанный с твердыми коммунальными отходами, там также есть ответственные. Вот у нас сегодня присутствовал ВАЗов, да, Александр Сергеевич, он руководит проектным офисом проекта «Чистый воздух». Вот такой же существует, такие же проектные офисы существуют по федеральным проектам и другим. Соответственно, ответственные за это есть. Значит, сегодня у нас здесь присутствовал представитель ППК «Российское экологическое общество». Да, лично правовая компания, учрежденная государством Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Соответственно, у них есть также свои полномочия. Но говорить о том, что нет, в принципе, ни одного человека, который бы отвечал за это, этого нет. То есть у нас есть конкретный, у нас есть куратор, руководитель проекта и так далее. Это все можно увидеть, это в открытых источниках от паспорта национального проекта «Российское экология». То есть это фантоматы, которые в каждом магазине. Это приемные пункты, куда любой человек может прийти и сдать за маленькую денежку. Это будет денежка. Накопительная система, бонусная система, то есть они все построены на материальной заинтересованности граждан. В нашем ТАИМ-те нет ни одного слова о материальной заинтересованности граждан. То есть там, пожалуйста, волонтерские движения, образование и обучение, гражданская создательность. Вот такой простой, элементарной вещи, как материальная заинтересованность граждан вообще не присутствует. Я задаю вопрос, а почему? Есть международный опыт. Давайте подходить к этому не в качестве того, что нам кажется, что это само по себе надо, и это имеет некую такую самоценность. Давайте посмотрим конкретно, для чего мы это делаем. Первое – экология. Это для здоровья населения. Второе – это нужно для того, чтобы возвращать вторичное сырье в оборот экономический. Вот, вы знаете, например, о том, что батарейки, батареи вот эти автомобильные, они возвращаются, потому что у нас в стране, значит, перестали добывать соответствующий металл, и, соответственно, приходится их брать за счет рецептинга. Там, где такой проблемы по факту нет, ну, на мой взгляд, эта проблема несколько притянутая за уши. Где-то это вторичное сырье сейчас необходимо, где-то оно не необходимо. Нет, но страна большая. Когда мы говорим о том, что давайте любыми способами, значит, это вторичное сырье возвращать, ну, все-таки надо экономически посчитать, конкретно для этой части страны, это выгодно, невыгодно и так далее. А не кажется ли вам, что мы сейчас расходуем невозобновляемые ресурсы? Если мы будем, как вы говорите, во что бы то ни стало собирать, где-то складировать, то через какое-то количество лет, 30-40 потомки скажут, ребята, какие вы молодцы, вы же нам ресурс оставили, у нас теперь есть что-то. Это столь же первостепенная задача, как здоровье, образование, оборона, в конце концов. Когда мы говорим глубоко не погружаясь, просто очень давно я говорила, если не говорилось. Когда мы говорим не погружаясь, то, естественно, мы за все хорошее против всего плохого. Когда приходится выбирать этот выбор, он очень сложный. Когда вы говорите о том, что есть какие-то базовые потребности к себе по здоровью, вы знаете, например, что в различных странах есть разный совершенно список лекарств по орфанным заболеваниям, это редкие заболевания. Это значит, что родившись в одной стране, вы понимаете, что вас государство спасет, оно вам купит за миллион рублей лекарства и спасет вас. Ну, понятно, почему оно миллион стоит рублей, потому что таких людей в стране там очень мало, оно там никогда не будет обуваева, а в другой стране нет. И в России, в Германии, условно говоря, в Узбекистане это разные совершенно списки. Если вы родились в Узбекистане, вам может очень сильно не повезти, вас может, не дай бог, это фонное заболевание случится, и вы умрете. А если в России, то не умрете. И, соответственно, каждое государство, оно определяет. Здесь бюджет, он не бесконечный. На что мы его потратим? На том, чтобы там бутылки собрать, там, где это нужно или там, где это не нужно. Или на то, чтобы, например, человека конкретного увеличить. Или там коечные места и так далее. Поэтому здесь очень тонко, очень точно. Поэтому, когда мы сегодня говорили о стандарте, я как раз все время говорил о том, что для каждого региона, по каждому крупному загрязнителю надо конкретно смотреть, что здесь важно, что менее важно, на что конкретно тратить деньги, чем в первую очередь заняться... То есть определяющая все-таки бюджетная политика при решении этих вопросов? Она одна из важнейших. Она не только определяющая. Но как бы одно из важнейших направлений. Ну, конечно, во многом упирается в наличие ресурсов, в том числе финансового. Естественно, когда мы говорим, что давайте в каждом дворе сделаем сортировочный комплекс. Ну, наверное, можно, а деньги на это есть? Нет. Тогда давайте думать, где это лучше сделать. Правильно? Начинается уже более глубокое такое погружение. Почему в Германии, Дании, Японии это выгодно, а в России это не было? Очень много субсидируется. Значит, тарифы совершенно как другие. А в Японии, где, как вы понимаете, места не очень много для захоронений, значит, это одна история. А в России, ну, Россия тоже разная, разные регионы, это другая история. И когда приезжают японские, немецкие и так далее товарищи, там, перерезают ленточки с губернаторами и говорят, мы решили построить у вас современный, там, перволезный завод, а потом выясняется, что, простите, сколько вы хотите тариф? Три тысячи? У нас у людей это там близко к зарплате, да, там, к амароту. Вы о чем? Ну, у нас в Японии так.